Мы просим нашу аудиторию в прямом смысле сейчас тепло поприветствовать гостя из Белоруссии. Потрясающими результатами поделится Кирилл Курилович, руководитель отдела маркетинга фитнес-клуба Олимпия G&SPA, город Минск. Ваши овации! Москва, привет! Очень приятно. Итак, меня зовут Кирилл Курилович, я являюсь маркетологом в компании Олимпия G&SPA. Вы не представляете, как тяжело было добираться из Белоруссии сюда. Нам предлагали варианты на уазике через болото, на тракторе, по реке, по лесу, через поля, но на абсолютно законных основаниях я сюда приехал. Итак, кейс внедрения Олимпия G&SPA. Поехали! О компании. Олимпия G&SPA находится в Минске. Площадь более 3000 квадратных метров. Просторная спа-зона и тренажерный зал. Задача перед внедрением. Так как у нас все же премиум-сегмент, мы больше хотели персонализации, в частности, поздравления с днем рождения, и также хотели понять своего клиента. Демографические данные, пол, возраст и так далее. С чем столкнулись? Открывали наш клуб 6 месяцев назад. Политическая нестабильность, шоковое состояние. Бизнес работает, расходы капают, а клиенты не вовлечены в покупки. Инструменты при запуске. Все наши клиенты хранились в базах. Это Excel-таблица и G-менеджер. И мы привлекали клиентов через сайт и телеграм-канал. Итак, как вообще возникла идея внедрения UDS? Началась она в бане. Наш директор Сергей Алексеевич пригласил партнера Виталия Шалаева в баню. Там они поговорили о бизнесе и так вот и внедрили UDS. Кстати, на фотографии это не Виталий Шалаев и не наш директор. Дальше. Приступаем к работе. Собрали базу 9600 контактов. Это не только от фитнеса. У нас также и картинг-клуб, и ледовая площадка. И первично заполнили приложение UDS, фотографии, настроили проценты кэшбэка. Предварительная подготовка. Дальше. Но, конечно, настроить это хорошо. 90% успеха – это персонал. Просто так люди работать не будут, поэтому нужно их мотивировать. Итак, система мотивации. Первое место у нас было 70 долларов, второе – 40 долларов, и третье – 20 долларов. Вы не представляете, как там люди бились. Просто человек заходит в зал и сразу его встречают, там регистрация в UDS. То есть активность была впечатляющая. Ежедневно мы контролировали через UDS, отслеживали KPI и также смотрели, кто отстает, а кто, наоборот, прогрессирует. И давали обучение. Дальше. Для улучшения эффективности, для более конкретной обработки входящих заявок мы внедрили AMA-CRM. Статистика, результаты. Итак, наша база – 9800 контактов. Это мы залили. Из них примерно 7-10% отцифровываются. Это люди, у которых уже скачано приложение UDS. Остальных людей мы касались другими способами. Дальше рассмотрим. Итак, также 820 человек – это активные наши люди, клиенты, которые покупают через UDS. И на сумму уже более 240 тысяч белорусских рублей. Если что, один белорусский рубль – это 28,5. Россия. Как-то так. Дальше. Спасибо. Итак, уровни. Первый уровень у нас, собственно, первый уровень. Второй уровень у нас примерно 150 человек. Чуть-чуть позже расскажу, как мы мотивировали их на рекомендации. И третий уровень там 15 человек. Обратная связь. Из наших клиентов примерно 30% являются амбассадорами, которым нравятся наши услуги. И тем самым они постоянно оставляют отзывы и настроены нас рекомендовать. Естественно, мы имеем и положительные, и отрицательные отзывы. И UDS сразу автоматически отсылает сообщение. Проваливаемся вниз. Илья Новицкий. Он оставил оценку 4. Автоматически задаем ему вопрос. Что не так? Что исправить? И если отзыв конструктивный, понятный, то мы сразу принимаем решение на улучшение сервиса. Дальше. Кросс-маркетинг. Мы сделали кросс-маркетинг не внешний в классическом варианте, а внутренний. Мы создали сертификат на 25 белорусских рублей. Раздали всем нашим клиентам с таким условием. Дорогие клиенты, делитесь этим сертификатом со своими друзьями. Ваш друг получает скидку. Это как раз 50% на гостевой визит. И видим статистику. 52 сертификата раздали. 18 воспользовалось. И вот сумма покупок такая. 4500 белорусских рублей. Источники трафика. То есть 10% мы оцифровали с базы, а теперь остальные 90% мы касались с помощью социальных источников. Инстаграм, телеграм и также это локальные какие-то физические баннеры. Мы разместили на стойке администратора и также во всех раздевалках. Женская, мужская и в коридорах тоже. Также хочу обострить внимание. Вот красным цветом выделено UDS App. Так как уже в UDS 12 миллионов пользователей, мы отображены в минском каталоге. И все красота и здоровье тоже нас начинают находить и подписываться. И даже есть покупки на 9000 рублей. Так. KPI по сотрудникам. Это вот как мы отслеживали. Видим самых прогрессирующих клиентов. Кто-то перевыполнял на 200%, кто-то на 100%, а кто-то отставал. Дальше. А на этом презентация все. Вы хотели дальше услышать продолжение. Ну что, давайте доставать телефоны. Будем сканировать. Это наша программа лояльности. Можете посмотреть, как там все устроено. И встретимся в Минске уже. Все, спасибо за внимание. Кирилл, большое спасибо. Не уходи, пожалуйста. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова